Здравствуйте! Сегодня вы научитесь умножать рациональные числа. Отрицательное число на отрицательное число. Отрицательное число на положительное число. Рассмотрим шкалу термометра. Известно, что каждый час температура воздуха повышается на 1 градус. Насколько изменится высота столбика ртути через 3 часа? Выполним сложение. 1 плюс 1 плюс 1 равно 3. Заметим, что сложение одинаковых слагаемых можно заменить умножением. Заменим сложение умножением и получим. 1 умножить на 3 равно 3. Известно, что каждый час температура воздуха понижается на 1 градус. Насколько изменится высота столбика ртути через 5 часов, если температура воздуха понижается? Выполним сложение. Минус 1 прибавить минус 1, прибавить минус 1, прибавить минус 1, прибавить минус 1, прибавить минус 1 равно минус 5. Заменим сложение одинаковых слагаемых умножением и получим. Минус 1 умножить на 5 равно минус 5. Выполним умножение чисел с помощью координатной прямой. Найдем сумму чисел. Минус 3, минус 3 и минус 3. Сумма чисел минус 3, минус 3 и минус 3 равна минус 9. Заменим сложение одинаковых слагаемых умножениями и получим. Минус 3 умножить на 3 равно минус 9. Найдем сумму чисел минус 4 и минус 4. Запишем действие сложения и получим. Минус 4 прибавить минус 4 равно минус 8. Заменим сложение умножением и получим. Минус 4 умножить на 2 равно минус 8. Обратите внимание, в результате умножения двух рациональных чисел может получиться как положительное, так и отрицательное число. Например, минус 5 умножить на минус 2 равно 10. 8 умножить на 10 равно 80. 5 умножить на минус 7 равно минус 35. Минус 8 умножить на 4 равно минус 32. Будьте внимательны! Произведение двух отрицательных чисел есть число положительное. Например, минус 4 умножить на минус 3 равно 12. Минус 0,5 умножить на минус 2 равно 1. Сформулируем правило. Чтобы умножить два отрицательных числа, нужно умножить их модули и перед полученным произведением поставить знак плюс. Обратите внимание, произведение двух чисел с разными знаками есть число отрицательное. Например, 4 умножить на минус 3 равно минус 12. Минус 0,5 умножить на 2 равно минус 1. Сформулируем правило. Чтобы умножить два числа с разными знаками, нужно умножить их модули и перед полученным произведением поставить знак минус. Запомните! При умножении двух чисел с одинаковыми знаками произведение является числом положительным. При умножении двух чисел с разными знаками произведение является числом отрицательным. Выполним умножение. 3,4 умножить на минус 2. Умножаем два числа с разными знаками. Значит умножаем их в модули и в полученном произведении ставим знак минус. Получили минус 6,8. 8 умножить на минус 13. Два числа с разными знаками умножаем в модули, в полученном произведении ставим знак минус. Получили минус 104. Минус 4,2 умножаем на минус 5. Два числа с одинаковыми знаками, значит умножаем их в модули и получаем число 21. Напоминаю, что согласно правилам умножения для любого рационального числа А верны следующие равенства. 1 умножить на А равно А умножить на 1 равно А. А умножить на 0 равно 0 умножить на А равно 0. Минус 1 умножить на А равно А умножить на минус 1 равно минус А. То есть при умножении числа на минус 1 получаем число ему противоположное. При умножении рациональных чисел работают те же законы, что и при умножении натуральных чисел. Первое. Переместительные. От перемены мест множителей произведение рациональных чисел не меняется. Сочетательные. Чтобы произведение двух рациональных чисел умножить на третье рациональное число, можно первое рациональное число умножить на произведение второго и третьего. Распределительные. Чтобы алгебраическую сумму рациональных чисел умножить на число, можно каждое слагаемое умножить на это число и полученное произведение сложить. Произведение рационального числа и единицы равно этому числу. Произведение рационального числа и нуля равно нулю. Произведение рационального числа и минус единицы равно числу ему противоположному. Вычислите, применив законы умножения рациональных чисел. Поставьте видео на паузу, выполните действие, затем снимите видео с паузы и проверьте ваши вычисления. Проверяем. Минус 2 умножить на 13,5 умножить на минус 50. Применим переместительный закон умножения и получим 1350. 5 умножить на разность чисел 20 и 3. Применим распределительный закон умножения и получим 85. 2,5 умножить на 13 умножить на минус 4. Применим переместительный закон умножения и получим минус 130. Сумму чисел минус 3 и 25 умножить на минус 2. Применим распределительный закон умножения и получим минус 44. 25 умножить на 1,3. Прибавить произведение чисел 25 и минус 0,3. Применим распределительный закон умножения и получим 25. Воспользуйтесь правилами умножения и устно выполните действие. 7 умножить на минус 6. Минус 42. Минус 8 умножить на минус 4. 32. Минус 1 умножить на 1,1. Минус 1,1. Минус 1,34 умножить на 0. 0. В выполненных мною примерах найдите ошибки и их исправьте. Для этого поставьте видео на паузу. После выполнения задания снимите видео с паузы и проверьте себя. Все ошибки исправлены. Теперь все примеры решены верно. Сегодня мы познакомились с правилами умножения рациональных чисел. Научились умножать числа одного знака и числа разных знаков. В вашем учебнике в параграфе умножения рациональных чисел вы можете более подробно ознакомиться с данной темой. Желаем творческих успехов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!